В детской картинной галерее Уже вовсю витает новогоднее настроение В субботу всех ждут на лекцию Как устроен праздник, Рождество и Новый год Расскажут самое интересное Об истории праздника Когда появилось праздничное дерево Чем его украшали Как менялись главные персонажи праздника Какие традиции празднования Нового года Появились в советское время И какие сохранились до наших дней 3 декабря, начало в 16.00 Возрастное ограничение 12+. Для всех любознательных киноманов Которые хотят не просто смотреть фильмы Но и разбираться в их истории Работает просветительский проект Как разбираться в историях кино На базе музея Эльдара Рязанова 3 декабря пройдет встреча Посвященная творчеству Альфреда Хичкока Чем хороши его классические картины И зачем их смотреть сегодня Узнаете в эту субботу в 17.30 3 декабря в Театре камерная сцена Зрители ждут на спектакль По пьесе Александра Островского Не сошлись характерами Живут в городке Черемухине Обнищавшие дворяне С говорящей фамилией Прежневы Кичатся своим дворянством Перед соседями купцами А сами мечтают о невесте С большим приданным Легкомысленному трудню Полю Прежневу Удается обманом жениться На богатой купеческой дочке Простодушной Серафиме Поверившей в его любовь Но, разумеется, правда выплывет наружу Восторжествует природный ум Юмор и смекалка народа Зрители ждут захватывающий сюжет Музыкальное сопровождение Танцы и театральные шутки Начало в 18.00 2 декабря в Доме журналиста Откроется выставка 55 горячих мгновений Артура Мальванчука Автор – участник боевых действий Общественный деятель – волонтер Не раз бывал в горячих точках И привез оттуда много захватывающих фотографий Фотовыставка посвящена юбилею офицера Артуру Станиславовичу Исполняется 55 лет И именно 55 самых дорогих Своему сердцу кадров Он отобрал для выставки Смелый взгляд военного журналиста Сумел выхватить яркие и выразительные моменты На этом у меня все Выбирайте то, что больше по душе И отправляйтесь отдыхать Всего вам самого доброго Увидимся на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова